Продолжение следует... В Кирове тем временем собирают подписи за отмену QR-кодов, а есть и такие, кто считает, что пандемии до сих пор нет. Подведем итоги уходящей недели. Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждаете об ограничительных мерах, публично вводят своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо. Конец цитаты. Как отметил Проценко, сейчас идет настоящая война с вирусом. Ежедневно умирает по тысяче человек. Главврач инфекционного госпиталя пригласил всех, кто не верит в серьезность происходящего, посетить красные зоны ковидных больниц. Там можно увидеть, со слов Проценко, цитата, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха. По мнению медика, после посещения красных зон противники вакцинации изменят свое отношение к происходящему и встанут на сторону здравого медицинского смысла. Сообщение было адресовано в основном некоторым блогерам, политикам и артистам, которые публично призывают отказаться от вакцинации. Последовала и ответочка. Вот что написал Юрий Лоза. Зачем звать здорового человека туда, где полно внутрибольничной инфекции? Другого ответа, как заразить, я не нашел. Вот скажите мне, это надо? Я что, враг сам себе? Вот хотели врачи, чтобы шоумены и артисты-антиваксеры поняли, что угроза исходит не от вакцины, а от вируса, а они не поняли. Вот, например, актриса Мария Шукшина в ответ на предложение врачей посетить красную зону пригласила медиков, цитата, в зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и профилактика сезонных заболеваний, не пустые слова, конец цитаты. Ее заявление поддержал актер Егор Бероев. Оскар Кучера пояснил, что не является антипрививочником, но выступает против принудительной вакцинации. В общем, состояние общего тревожного расстройства пока не покидает страну, но об этом чуть позже. Тем временем власти Кировской области задумались о смягчении антиковидных мер. Губернатор Игорь Васильев поручил правительству разработать план постепенного отказа от ограничений. Почему именно сейчас? Не ясно, позитива пока мало. По словам Васильева, уровень заболеваемости коронавирусом в регионе все еще высок. Однако, как отмечает Игорь Васильев, наблюдается тенденция к стабилизации количества заболевших. А все эти QR-коды нужно вовсе отменить. Это мнение некоторых кировских активистов. Они уже собрали около тысячи подписей против QR-кодов в транспорте. Они придерживают сомнения, что введение QR-кодов и улучшение эпидемиологической ситуации не связаны друг с другом. Так, в частности, считает кировчанка Ольга Светлова. Она как раз и собирает сейчас эти подписи, то есть подписи против закона о QR-кодах. Горожанка очень рассчитывает, что мнение ее и единомышленников учтут региональные власти. Вот ее мысли на этот счет. От того, что человек пришел в ювелирный и не смог купить кольцо, например, эпидемиологическая ситуация вообще никак не улучшится. То есть это абсолютный абсурд. А вот от того, что толпы зараженных коронавирусом, реально больных людей с подтвержденным ПЦР-тестом, идут в поликлинику на повторный тест, у них подтвержденный ковид, они 100% больные. То есть вот очередь на прививки, вот очередь на ПЦР-тесты зараженных коронавирусом. Потом мы удивляемся, а почему у людей после прививки через неделю плюсуют этот ПЦР-тест, они заболевают. Если так обобщить, Ольга и ее сторонники не за отмену чего-либо, они скорее за конституционные права. Я напомню, юристы говорят, что ограничения, в том числе региональных властей, в условиях пандемии не противоречат Конституции. Высшая цель — сохранение здоровья граждан, а методы они уже вторичны. Так вот, активисты все же считают, что их права нарушены. Есть даже такие, кто думает, что пандемии до сих пор нет. А все, что происходит, это даже не эпидемия. Давайте послушаем. Все введенные ограничения, почему и для чего вводят в страну? Ну, скажем так, опять же, мое личное мнение с попыткой более глобального контроля над людьми. Над каждым из нас и все вместе с этим идет. Это сражение в нашей частной жизни, по идее. Это недопустимо. У нас есть Конституция. Я с чего начал. То есть люди пытаются сбором подписей сохранить наш строй конституционный. И не более того, как раз мы, люди, народ, выступаем за законность, за порядок в рамках Конституции. Все, кто пытаются это продвинуть, что так называемая пандемия, которой нет на самом деле, нет даже эпидемии, что введение ограничений, вот они работают на подрыв Конституции и подрыв нашего законодательства. Но где есть одно мнение, есть и другое. Мои коллеги на этой неделе говорили на тему тотального введения QR-кодов с разными людьми. Есть и сторонники таких ограничений. А как относится к нововведениям, если сейчас практически никуда без пандемии? Положительно. Почему? Вакцина от населения положительно. Положительно. Потому что должны все вакцинироваться. У нас есть QR-код. К частями заходили, пустили нас. Не было ограничено. Да не, я взял его в самом деле. Но я редко туда хожу в общественное место. Куда хожу, требуют предъявления. Я пошел к химическому сдавать. С собой сегодня взял специально. Но у меня есть QR-код. Я спокойно хожу везде. У меня нет кода. А что будете делать? Не буду ходить в рестораны и в торговые центры. У меня есть код. Я как-то... А, да, он будет ходить. Я буду. Вот вместо меня будет. С собой всегда ходу на шуба, паста. Это код. Так столько много болеет. Как тут? Может быть, это хоть немножко остановит? Конструктивные предложения по отмене или введению QR-кодов учтут депутаты Госдумы. Об этом рассказала депутат российского парламента Мария Бутина. В том числе и мнение тех, кто собирает сейчас подписи в регионе за отмену таких ограничений. В соцсетях Мария Бутина предложила диалог. Признает, поступают различные реакции на проект закона о введении QR-кодов в транспорте. Мария отмечает, что кировчане очень взвешенно подошли к этому обсуждению. Депутат планирует донести мнение кировчан до депутатов Госдумы. Итак, Мария, правильно ли мы поняли, что прежде чем депутаты Госдумы обсудят законопроект, они хотят знать мнение регионов? Совершенно верно. Совет Государственной Думы принял решение, что до 14 декабря идет сбор предложений, комментариев. И все региональные общественные палаты, общественные организации под участием депутатов Государственной Думы. Я принимала участие в области, там общественная палата проводилась. Вы предлагаете обсудить в соцсетях мнение между сторонниками и противниками ограничений по QR-кодам, в частности в транспорте и так далее. Получаете ли вы какой-либо отклик? Я очень рассчитываю, что да. Вообще хотелось бы отметить, что кировчане очень грамотно повели себя в этой ситуации. Сначала, конечно, было просто, мне просто заваливали комментариями, часто оскорбительными. Это неправильный путь для диалога. То есть если люди хотят продвинуть свои гражданские требования, в случае речи не идет о том-то, кто за или кто против. Есть, у меня есть разные мнения. Я вам честно скажу, мне на почту депутатскую прислали позицию тех, кто поддерживает законопроекты, тех, кто не согласен. Но самое правильное – это наличие диалога. Я представитель Кировской области в Государственной Думы. Я открыта и лично сама мониторю все свои социальные сети. И люди, которые со мной переписываются, знают, что я – это я. Но это как бы очевидно из меня переписывается совершенно. Все эти материалы мы собираем. Но самое грамотное, что было сделано, когда образовалась инициативная группа, мы единственный ребенок, кто пошел по этому пути. И меня это очень радует. Потому что собрали, начали собирать подписи. Вы, наверное, обратили внимание, я на своей странице разместила рекомендацию, что, господа, давайте, чтобы не по одному сообщению разного эмоционального толпа собирать, а чтобы все-таки люди как-то под общей петицией подписывались. Завтра на заседании Общественной палаты Российской Федерации тоже будет обсуждение. Я презентую позицию кировчан. А кировчане как они больше рассуждают или категоричны в своих мнениях? По-разному. На самом деле очень разные. Но если отбросить очевидно оскорбительные комментарии, которые просто действительно ни к чему не ведут, мне очень нравится, когда люди пишут предложения. Вот смотрите, если суммировать то, что я вижу, значит, первая и самая яркая ритматика всех сообщений – это недостаток информации. Информация о том, что, например, люди, которые выступают против законопроекта о введении ограничений для, например, непривитых граждан, они не всегда сами непривиты. То есть речь идет именно о их гражданской позиции, именно о их возможности и необходимости государству соблюдать требования законодательства, в частности, основного закона Конституции. То есть эти люди, возможно, привились. Возможно, привились и к родственникам. Это первое, что нужно. Второе, чего не хватает. Много, я понимаю, говорят про прививки, про вакцинацию и так далее. Но очень сильно не хватает такой объективной информации, что интернет, давайте будем справедливы, завален фейками. На этой неделе в России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для детей от 12 лет до 18. Она называется «Спутник М», ну или «Гам Ковид Вак М», разработчик Центра имени Гамалеи. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила Владимиру Путину в ходе совещания с правительством. Она подчеркнула, что прививки от коронавируса проводятся детям при наличии согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет. К сожалению, заболеваемость детей сегодня достаточно высокая. Она существенно выше, чем мы наблюдали в первую и вторую волну. И поэтому здесь тоже нужно принимать соответствующие решения. Тема такая для некоторых очень тревожная, поскольку, ладно, взрослые, а тут дети, а проверена ли вакцина и так далее. Так что думают врачи, ученые и родители по поводу приближающейся иммунизации подрастающего поколения? Отмечу добровольное, как там говорят. Ответ знает Ольга Мартынова. В России с каждым днем растет число заразившихся ковидом детей. Причем все чаще на больничную койку попадают несовершеннолетние, у которых заболевание проходит в тяжелой форме. Некоторые случаи заканчиваются трагически. Причина в отсутствии у детей коллективного иммунитета, сетуют врачи. И здесь выход только один – вакцинация. Но как к этому относятся некоторые родители? На данный момент против. Нет того доверия к этой вакцине. Даже с экранов. У нас один говорит про одно, другой говорит про другое. У меня четверо детей. И я рожать уже не собираюсь. То я очень хочу внуков. А как эта вакцина отразится на дальнейшем потомстве, как это все будет, то есть об этом никто сказать не может. Тем не менее, в Министерстве здравоохранения России сообщают, что экспертиза детской вакцины от ковида для детей от 12 до 17 лет скоро завершится. И в ближайшее время будет доступно. Прививать подростков планируют добровольно, при согласии родителей или опекунов. Сейчас третью стадию клинических исследований проходит вакцина «Спутник М». Это, по сути, тот же самый «Спутник», но у него снижена концентрация. Нужно было проведение дополнительных исследований, чтобы определить самую безопасную дозу, которая вызывала бы хороший иммунный ответ. И определили, что «Спутник» детям нужно вводить в 5 раз меньше дозу. Многие страны мира уже перешли к иммунизации детей. В США, Канаде, Сингапуре, Японии и большей части европейских стран прививки ставят подросткам от 12 до 18 лет. Впереди планеты — Китай. Там прививают от коронавируса всех маленьких жителей, начиная с 3 лет. А вот в Израиле иммунизация подростков от 12 лет началась еще с конца июня. С сегодняшнего дня в стране стартовала кампания по вакцинации детей от 5 до 11 лет. По словам врачей, родители спокойно реагируют на нововведения, потому что доверяют врачам. Здрав Израиля предполагает вакцинировать в районе 80% детей для того, чтобы предотвратить, в первую очередь, передачу. Во-вторых, для того, чтобы убрать ПИМС-синдром. Это тот синдром, который связан с болезнью детей, и он развивается после того, как ребенок даже бессимптомно переносит заболевание. Это заболевание, включающее воспаление множественных систем, реакцию на сердце, психологические проблемы, высокую температуру, сыпь и другие проблемы с другими органами. Дети не только подвержены болезни, но являются еще и распространителями инфекции. Вот и получается, что тотальная вакцинация, в том числе детей и подростков, мера вынуждена. Но необходимо, убеждают врачи. Новый штамм коронавируса угрожает миру. Его родина Южная Африка, назвать его могут Ню, и он хуже Дельты. У нового варианта зафиксировано очень высокое количество мутаций, что дает повод для беспокойства, говорят специалисты. Ученые считают, что новый вариант коронавируса имеет не менее 10 мутаций для сравнения у Дельты-2, а у Беты-3. Если раньше в ЮАР регистрировали по 200 новых случаев в день, то только в четверг было зафиксировано более 3000 новых инфицированных. Ну а мир пока и с Дельтой справиться не может. На этой неделе пришли новости. Из-за рекордного числа зараженных коронавирусом в Австрии ввели полный локдаун. Германию захлестнула четвертая волна пандемии. Антирекорды по COVID-19 зафиксированы в Чехии, Словакии, Венгрии, Норвегии. Мои коллеги решили выяснить, как там дела у наших соседей. В Испании, как выяснилось, все спокойно. 90% населения страны привито по полному графику вакцинации. Высокие показатели вакцинировавшихся сейчас отмечаются в Португалии, Финляндии, Исландии, Дании. По мнению врачей, это приносит эффект, поэтому тяжело больных в этих странах сейчас очень мало. Те, кто не привит, вирусы в их организме мутируют чаще, и к вакцине он уже становится более устойчивым. В других странах там процент привитых примерно 60-70%. И, как пишут врачи, которые работают в красной зоне, у них уже практически нет людей, которые находятся на ИВЛ. Они в основном лечат данные заболевания уже в домашних условиях. Кстати, по данным СМИ, именно благодаря масштабной вакцинации Израиль избежал локдауна во время четвертой волны коронавируса. В стране привито уже около 70% всего населения. И вернемся к теме детской вакцинации. На этой неделе в стране стартовала вакцинация детей от 5 до 11 лет. Жители к этому относятся там вполне спокойно. Дети, они переносят легче, но, с другой стороны, они заражаются. Они могут заражать друг друга в школе, в детском саду. И сейчас основные усилия Минздрава сконцентрированы на тем, чтобы обезопасить детей. С 12-летних детей уже вакцинируют несколько месяцев. И сейчас Минздраве начинают обсуждать вероятность того, что, по всей видимости, придется им уже делать в скором времени третью дозу вакцин. Миллиард туда, миллиард сюда власти города Кирова определились с расходами на следующий год. На что потратят деньги и что построят в Кирове, об этом я не только расскажу. Во второй части программы не переключайтесь. Пару миллиардов на новые школы, миллиард на новые дороги, еще несколько миллионов на освещение, ливневку, на содержание парков и скверов. И вот уже 5 миллиардов как не бывало. Кстати, именно эту сумму городские власти хотят направить в следующем году на содержание муниципального имущества. Но хватит ли на все денег и почему некоторые статьи расходов городские власти старательно обходят стороной в городском бюджете на 22-й год, на этой неделе разбиралась Ульяна Ездакова. Здесь, на месте пустыря около Зубаревского леса, уже к концу следующего года появится новая школа на полторы тысячи мест. Деньги на постройку местные власти уже заложили в бюджет на 22-й год. Кроме того, новые учебные заведения намечаются в поселке Ганино, микрорайонах Долгушино, Озерки и Чистых прудах. А у школ номер 30, 53, 56, 58 и 66 появится новая пристрой. В рамках нацпроекта образования также доведут до ума школу в Радужном. Но успеют ли построить за год все запланированные здания и хватит ли мест на всех детей – большой вопрос. Конечно, говорить о первой смене и о школе полного дня с продленкой и так далее нужно еще строить. Нужно еще построить школу 10. Но насколько это реально, это, конечно, вопрос. И, конечно, самая проблемная школа и проблемная точка – это Шевели, место 24-й школы. Пока она стоит на 25-й год, будет ли она, время покажет. Не обошли стороной власти и содержание ливневок. Потратят на канализацию, цитата, значительный объем средств. Правда, какую именно сумму – не уточнили. Впрочем, по мнению некоторых экспертов, сколько ни вкладывай – все без толку. Все потому, что в Кирове нет комплексного подхода к системе ливневок. Часть отмостки в городе бесхозная. Ее давно пора поставить на баланс муниципальной обслуживающей компании. Но сначала эту самую организацию еще нужно создать. Администрация это понимает, но с решением не спешит. Организация, которая эксплуатирует эти ливневые сети, она должна платить за негативное воздействие на окружающую среду. Это не ресурс. То есть предъявить эти затраты жителям города в виде квитанции невозможно. Поэтому это затраты для бюджета. И чтобы эти затраты не нести, мы ничего делать не будем. В том состоянии, в котором есть, в том состоянии и оставляем. А вот уличное освещение власти без внимания оставлять не собираются. Обновлять сети администрация планирует в рамках аж пяти программ. К примеру, по БКД за 15 миллионов выполнят работы на шести объектах. Осветят также 47 пешеходных переходов, остановок и перекрестков. Кроме того, новые фонари появятся на улицах Вологодской, Подгорной, 8 марта и Конституции в Радужном. И, конечно, новые дороги. Куда же без них. В следующем году здесь, на перекрестке улиц Лениной и Современной, появится свежий асфальт. Хорошие новости есть и для жителей Филейки. Капитальный ремонт покрытия запланирован на улице Стахановской от Чернышевского до Рженикидзе и на улице Крупской от Краснофлотской до Березняковского переулка. А еще в 2022 году завершится долгожданное строительство улицы Сурикова от Некрасова до Комсомольской, дороги на Зеленино и 8 марта в Долгушино. На все работы в городском бюджете заложено 1,2 миллиарда рублей. Цифра эта не окончательная, уверены эксперты. Часть денег, которые не успели освоить в этом году, перейдет на следующий период. Впрочем, несмотря на внушительный бюджет, некоторые участки власти упорно игнорируют. К примеру, дорогу до Сидоровки не могут построить вот уже несколько лет. Здесь вопрос не только городского управления, а и областного, и федерального, потому что есть земли федерального значения. Вот их очень сложно перевести в муниципальную собственность. Там лесной фонд, особые зоны рекреационные, поэтому... Но это реальные проблемы, на самом деле это не быстро происходит, но считаю, что все равно это очень затянулось. А пока дорога на Сидоровку ждет своего часа, жители Нововятска, кажется, дождались. В рамках проекта формирование современной городской среды. В микрорайоне отремонтируют 35 дворов, 26 пешеходных зон и сквер на Советской. Еще немного новостей из будущего. В следующем году начнут тестировать в городе Кирове бескондукторную систему оплаты проезда. Об этом рассказал генеральный директор АТП Денис Перлок. Для этого выберут маршрут с самым низким пассажиропотоком, чтобы не было очередей и задержек. Тестирование системы будет проходить в выходной день. Чтобы воплотить идею в жизнь, нужно провести серьезную работу, отметил Перлок. И в первую очередь по ужесточению законодательства, чтобы неповадно было ездить с зайцем. А еще опробовать систему подсчета пассажиров, организовать уборку и дезинфекцию салонов без участия кондуктора. Мы будем пробовать на 88-м, потому что на сегодняшний день это маршрут с достаточно низким пассажиропотоком. Из всех маршрутов города Кирова, соответственно, хотим поэкспериментировать на нем. И, скорее всего, это будет не сразу с первого дня все четыре автобуса, которые будут ходить на этом маршруте, а, наверное, один-два автобуса будем пробовать. И в идеале начнем все-таки с выходных дней, где пассажиропоток и так снижается на 40-50%. Мои коллеги на этой неделе решили, что с негативными новостями уже какой-то перебор. Решили найти позитив и нашли. Вот, например, в Кирове появилась новая площадка для выгла собак. Еще одну такую площадку откроют в следующем году. Также к новогодним праздникам в областном центре зальют четыре катка. Старые контейнеры в городе заменят на новые. И не только, но, в общем, обо всем подробнее расскажет Ольга Мартынова. Фундаментально администрация подошла к решению вопроса о складировании мусора. Современная мусорная площадка должна не только включать привычный бак, но и базироваться на твердом основании, иметь ограждение и навес. На Вовятском районе на месте старых контейнеров будут установлены 22 новые мусорные площадки. Пять зон для сбора отходов появятся в Садаковском и три в Бахте. Собачий фитнес скоро это станет реальностью. Первыми о новых веяниях благоустройства узнают жители Нововятска. В парке ЛПК уже начали обустраивать площадку для выгула собак. Пока территорию обнесли металлическим ограждением, а летом здесь появятся тренировочные снаряды для четвероногих. Конечно, для животных-то надо. Люди меньше возмущаются будут. То есть все равно боятся хищники ведь. На набережной Грина заменили все перегоревшие лампочки в фонарях. Теперь здесь гораздо светлее и уютнее. Видимо, таким образом власти мотивируют кировчан совершать вечерний мацион и приглашать на романтические свидания. Мы давно ждали, когда их поменяют. Особенно рада, когда есть фонари. Это самое любимое место для прогулки в нашем городе. Красиво, очень уютно. Какая-то энергетика такая положительная. Еще на этой неделе горожанам предложили взять в руки лопаты за деньги. В одной из управляющих компаний предлагают подзаработать, то есть на время стать дворниками. Зарплата 250 рублей в час. Но готовы ли горожане к таким трудовым подвигам? И поможет ли это избежать снежного коллапса? О новом проекте «Дворник Шеринг» расскажет Ульяна Ездакова. Василий, а давайте-ка я вам помогу? Можно. Давайте. Эх, дубинушка, ухнем. Ура! Ну а что, и двор приберу, и денег заработаю? Очень хорошо. Помощь, а навсегда кстати, поддерживает мою инициативу дворник с 25-летним стажем Василий Арчирий. Признается, работа, конечно, не из простых. Здесь пригодится недюжая физическая сила и запас свободного времени. Да и вставать приходится рано, в 4-5 утра, без перерыва, на праздники и выходные. Но зато какой результат, и во дворе чисто, и на душе тепло. Не раз Василия пытались переманить в соседние дворы, но времени на всех не хватает. Идея привлекать на подмогу обычных жителей Василию понравилась. Пускай стараются, чтобы город у нас был чище, чтобы ходить не по сугробу, а вот так, чисто это, как у меня. Я призываю, чтобы мне взяли пример с меня. Я считаю, это будет очень хорошо для нашего города. Инициатором пилотного проекта «Дворник Шеринг» стала одна из управляющих компаний нашего города. Директор организации не скрывает, зимой рабочей силы не хватает. Почему бы жителям не помочь в уборке? От этого всем будет хорошо. И у кассы снегопадами справятся, и дворники-любители на свежем воздухе поработают. Иммунитет повысят и в придачу деньги за свой труд получат. От 250 рублей в час. Забирать вознаграждение помощники коммунальщиков будут по принципу утром работа, вечером деньги. Компания уже нашла парочку студентов-добровольцев. Молодежь у нас с вами тратит денежное средство и идет заниматься в зал. Альтернатива тому, чтобы быть в хорошей, отличной физической форме, берем с вами лопату и занимаемся физическим спортом. И более того, если вы идете в зал и тратите деньги, а здесь вы занимаетесь спортом, и вам за это платят. Однако такое предложение готовы принять далеко не все кировчане. Одни говорят, каждый должен заниматься своим делом, других не устроило зарплатам. Нет, мне хватает своих дел. Я бы пошел, если бы где-то поближе к месту было. Ну, тысяч 15 не меньше, не меньше прожиточного минимума. Нет. Почему? Да не мое это. Почему бы нет в принципе? Да, конечно бы согласилась. Ну, в час рублей 300. Нет. Почему? Ну, просто не хотела бы. Конечно. Почему? Ну, что, чтобы город чище был. Ну, если я тоже дворником подрабатываю за 100 рублей. На проблему надо смотреть шире, уверен дорожный эксперт Константин Сичихин. Дворников не хватает во всем городе. Ситуация повторяется из года в год. Как только выпадает снег, Киров превращается в один большой сугроб. И новомодные GPS-датчики, которыми хотели оснастить рабочих, чтобы отслеживать их передвижение, не помогут. Надо набирать больше персонала и платить достойную зарплату. Город-то грязный, город не убранный. И город не убирается в том виде, в котором он должен убираться на сегодняшний день. И вот это количество дворников, без разницы, чем их оснастить, какими GPS-ами, дать им робот-лопаты, еще какие-то инновации. В данной ситуации город чище-то не становится. Рабочих рук действительно не хватает. Не стали отрицать очевидное в администрации. Но претензии насчет нехватки дворников не по адресу. Власти лишь контролируют работу подрядчиков. Задача набрать нужное количество персонала – это как раз их компетенция. Например, вот начался снегопад, сколько человек от подрядчика вышло на линию. Если это количество пять человек, о каком мы содержании можем говорить. Так мы, например, посмотрели, да, вот сразу, там, 120 человек, мы можем понимать, что уже, да, у нас хотя бы остановочные площадки, там, спуски, подъемы, те опасные участки, которые требуют именно вот этой вот качественной ручной обработки, они будут пройдены. А если подрядчик не возьмется за ум, его штрафуют аж на 100 тысяч рублей. Впрочем, кировчане готовы прийти на помощь дорожным службам. Как пенсионерка из соцсетей, которая на днях почистила лестницу на улице Маклина. И без всяких дворник-шерингов. Бесплатно. Такой запомнилась нам уходящая неделя. На этом буду заканчивать. Всем приятных выходных. До свидания.